Астрахань и Ярославль, Есентуки и Екатеринбург, а также Калининград, Нижний Новгород и даже Маршанск, Тамбовской области. Список городов, с которыми нас роднит Октябрьская площадь, огромен. Не самое оригинальное название инфраструктурного объекта в Советском Союзе. Еще недавно в этом же списке была Москва. Однако сейчас нет. Октябрьская площадь в столице переименована в Калужскую. В Перми теоретически тоже можно было бы переименовать. Однако нам это точно не грозит. И не грозит как минимум потому, что в своем современном виде Октябрьская площадь появилась лишь в 60-е годы прошлого века. Как центральное городское пространство между политехническим и проектным институтами. Содержится данный объект как улица первой категории. В связи с тем, что через нее проходит большой автомобильный трафик, пешеходный трафик. Большое количество транспорта общественного проходит по данному объекту. Общая площадь чуть более 12 тысяч квадратных метров по проезжей части. Чуть более 3 тысяч квадратных метров тротуаров. Лет 200 назад здесь была классическая окраина не самого большого российского города. Центр, кстати, тоже был не очень далеко в районе улицы Сибирской. Ну а там, где сейчас стоянка, обитали извозчики. Там, где извозчики, конечно, лошади. Там, где лошади, конечно, сено. Сено возили крестьяне из соседних деревень. И вот на месте политеха располагался рынок, который довольно быстро в народе получил название Сенова. Площадь Сенова рынка была самой большой в городе. Отсюда и традиции ее использования для демонстрации и парадов, рассказывает директор Пермского архива Виктор Новокрещеных. Причем как Колчаком во время его пребывания в Перми, так и теми, кто пришел после. Изображена первомайская демонстрация 1932 года. Вот по правую руку Комсомольский проспект. К тому же времени Комсомольский проспект. То есть это уже не Кунгурск? Это уже не Кунгурск, это Комсомольский проспект. А вот на территории, где колонны людей, сейчас комплекс Пермского политехнического университета. Нынешняя площадь в размерах чуть уменьшилась и несколько сдвинулась в сторону. Впрочем, историческая преемственность налицо. Трибуны для парадов и демонстраций сегодня традиционно размещают именно здесь. Но это в праздники. А в будни Октябрьская площадь – одна из самых больших парковок в центре города. Тоже, согласитесь, полезно. Роман Попов, Владислав Рашидов. Телекомпания «Ветта». Корректор А.Кулакова